Ребятки, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Сегодня мы с вами приехали погулять в Кудепсту, посмотреть на ее пляжи, посмотреть на город. Сейчас мы с вами пройдем, сразу посмотрим, какие тут пляжи. Чуть позже с вами пройдем, посмотрим, как там обстоят дела в центре. Приятного вам просмотра. Но перед тем, как вы начнете смотреть данный выпуск, подписывайтесь на канал, поддержите выпуск лайком, комментарием. И самое главное, делитесь данным выпуском со своими знакомыми. Погнали смотреть Кудепсту. Итак, ребята, нам Кудепсту с вами открывается с парковки. Так как мы путешествуем на машине, первым делом мы, конечно, ищем парковку. И здесь, там заезд, вот такая, в принципе, достаточная парковка, достаточная в межсезонье. Стоят классные елочки. Далее, смотрите, ну вот мы припарковались, да, как лайфхак, кто на грузовых машинах здесь можете останавливаться и ночевать. Здесь есть переход, то есть можно попасть в сам город Кудепсту. Тут проходит трасса автомобильная, а здесь проходит железнодорожная трасса. Чтобы попасть на пляж, нам нужно с вами перейти через вот эту железную дорогу. Давайте я вам покажу, как это все выглядит, да? Вот. Наконец-то у нас прекрасная погода, светит солнце. Класс. Вот такой подземный переход. Есть лестницы, а есть проход для колясок. Так, окей, все нормально. Ну, грязновато, потому что у нас шли дожди, сходят всякие с гор. Сели, ну да ладно. Так, вот такой вот переход. Маленький. Здесь нет никаких артистов, которые любят особо играть, играть в переходах. Но, возможно, в межсезонье здесь все усыпано какими-то, может быть, палаточками. Так, значит, направо можно подняться с колясочкой, налево ножками. И мы с вами попадаем, ребята, на пляж Робинзон. Сразу, прям сразу хочу выделить, что здесь есть такая площадка. Она новая. Есть мусорки и есть зоны посидеть. И это, конечно, не может не радовать. Так, наша задача как-то спуститься с вами к пляжу, да, посмотреть, как там дела. Закрыты палатки, ну, летом, понятным делом, все будет функционировать. Пляж пансионата автомобилист. Есть правила, да, есть там какой-то мостик, а там течет река. Есть туалеты, которые, конечно же, закрыты. Ой, море сегодня штормит. Летом здесь информационное табло, даты, температуры воды. Так, вот такой вот спуск металлический, ржавенький. Так, и мы с вами попадаем, ребята, на пляж. Здесь, естественно, родная галька, мелкая. По ней очень приятно ходить. Ну, волны сегодня прям, слушайте, мощные. Да, пляжи. Ну, вот эти вот, про которые я не устаю всегда говорить, вот эти вот волнорезы. Ужасные вообще, в ужасном состоянии. Сейчас сами туда пройдемся, посмотрим, как там. Но, в целом, вот так выглядит, ребята, пляж, кипарисы. Вот, и большая там зона. Так, давайте пройдемся сначала туда. У нас шторма намыла всякие такие деревяшки из моря. Какие сильные волны. Посмотрите, какой обрыв. Наверное, вот так вот будет. В идее. Волна иногда заходит. Вот чуть не зашла на нас прям. Да, кайфово. Так, мы с вами сейчас направляемся в сторону реки, которая так и называется, в честь этого поселочка, да, Кудепста. Мы пока ехали на машине, я видел, что там прям гигантские такие волны. И, конечно же, мне очень хочется посмотреть. Так, здесь, наверное, какая-то зона кафешек, да, летом. Велком в комментарии, кто здесь отдыхал. Видите, какие коряки повыкидывала на берег. Так, да, пляж, конечно, максимально безлюдный. Ведутся какие-то работы, что-то здесь строят. Классно. Высадили пальмы. Это прям вообще молодчики. Так, а там какой-то у нас находится, что это? Ну, не порт, наверное, да, это какая-то свалка. А свалка кораблей. Так, а это что такая за зона? Здесь, наверное, тоже что-то устанавливается. Но пока это, блин, помойка. Вот, побухали, уберите за собой. Ребята, в чем вот сложности взять и выбросить? Ой, слушайте, да, волны. Получается, на той стороне тоже можно погулять. Но посмотрите, какие волны бьют в реку. И реке даже не дает возможности выйти. Поэтому вот мы там ехали. Река такая была чистая, вот изумрудный цвет. Несмотря на то, что у нас дожди, а море-то грязное. Да, так, давайте попробуем с вами подойти на пирс. Слушайте, да, здесь как-то атмосферненько приятно. Но, судя по пирсу, он... Вот эти вот борта сухие, здесь мокро. Видимо, сюда бьет волна вот с этой стороны. Но нафиг, не пойдем. Я хочу прогуляться вот туда под мост. Железная дорога. В общем, я так понял, как? Сюда заходят сюда. Либо когда-то заходили, когда-то заходили. Там вот волны разбиваются. Гляньте, как классно. Вау! Не прям, конечно, вообще сильные. Смотрите, как идет волна. Люди живут прям... Прям на таком берегу. Слушайте, кайфово. Ну, сходу, как говорится, мне, в принципе, нравится. Так, сейчас попробуем. Вон, смотрите, какая волна идет. Сейчас она разобьется. Бах! Ух ты, какой кайф, а! Блин, здесь, короче, можно вообще взять доску и посерфить. Посмотрите, какая долгая волна. Не, ну, конечно, я вряд ли думаю, что можно серфить в реку, в течение и все дела. Но здесь она разбивается мощно. Вы сами видели. А вот, кстати, этот пансионат. Автомобилист. Классно, кто живет на последних этажах. Вид будет, конечно, у вас, ребята, вообще бомбический. А вот кто ниже, там, блин, вообще, вид не вид, как говорится. Так, ладно, давайте спустимся. Опа! И посмотрим, как тут дела. Ну вот, волна идет, гляньте. Сейчас. Ну не, не сильно. Что-то не сильно. Так, поэкстремалим маленько, да? Чуть-чуть прям. Сильно не будем. О, как идет, а! Да, вот эта должна бахнуть. Или нет? Ну так, так себе. А вообще, в целом, вот видите, волна аж до сюда доходит. И, ну, брызги, да, по крайней мере, летят. Если нам не повезет, то нас с вами накроет. Вот он аж куда выходит, а тут вот все мокро. Значит, если шлепнет, то может бахнуть. Да, слушайте, прикольный. Вот, получается, река впадает. Она же не может вытекать, потому что море сильно штормит. Во, какая идет. Бамс. Ну, видите? Куда пара. И пошла туда. Вот идет. Тыц. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ага. Ну, ребята, с высоты железнодорожного моста картина вот такая. Блин, волны бомбические, конечно. Да. Как они медленно, еще так медленно идут, видимо, из-за того, что река туда бьет. О, как бахнуло-то, а. Да, и вон чувак идет. Как бы его не накрыло. Ладно, давайте дальше осматриваться. Ребята, для тех, кто впервые попал на наш канал, я хочу немножечко рассказать про нас. Мы семья, которая путешествует за 2017 года. Мы нигде не живем и вот так вот путешествуем и по какому-то долгому отрывку живем. Вот сейчас мы в Сочи и назвали так сезон зимуем в Сочи. Ну, уже прошла осень, зима, уже наступила весна. До июня мы тут, а в конце мая мы отправляемся в новое приключение. Какой будет сезон, я пока не знаю. Но для того, чтобы подписались, вот я это и рассказываю, потому что у нас на канале по-настоящему интересно. Мы любим активный отдых, ходим в горы, купаемся в море, открываем для себя новые места, живем в палатках. В Крыму в 2020 году мы жили аж 2 месяца с двумя детьми. И у нас, да, двое детей. В конце лета, либо в начале осени, у нас будет третий ребенок. Поэтому те, кто боится или сомневается, можно ли путешествовать с детьми, то вот подписывайтесь, мы все показываем, все досконально рассказываем. Ну, а вот теперь нажимайте подписаться и на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления, когда у нас выходят новые выпуски. Погнали дальше смотреть Кудепсту и ее пляжи. И вот пошла электричка, ласточка на красную поляну. Так, ребятки, я решил с вами все-таки пройтись по этому, что такое, волнорез. Но, скорее всего, нет, это пирс. Да, судя по вот этим, куда там швартуются корабли, посмотреть отсюда на чистоту моря, если оно чисто. Да нет, я уже вижу не чисто, но, сами поймите, оно штормит. Я надеюсь, у нас волна не бахнет. Ой, какое все ржавое. Ужас. И прекрасный цвет моря, конечно же, в кавычках. Да. Ох, 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 волны идут. Так, идет волна. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да, здесь открывается кайфовая панорама. Даже видно гору Ахун, колесо обозрения. Классно. Слышите, ну, прикольно. Прикольно, ладно. Пойдемте теперь с вами прогуляемся в ту сторону. Так, ну что, друзья, мы продолжаем с вами путь по данному пляжу. И попадаем вот на этот волнорез, который был в самом начале. Заходят сюда волны. Ну, не сильно, конечно. И он, кстати, из всех волнорезов вообще такой коротыш, его можно назвать. Очень короткий. Так, пляж пансионата. Пляж пансионата автомобилиста. Вот, кстати, еще один проход. Тоже можно пройти. Но мы пришли через другой и туда не пойдем. Да, здесь, конечно, все такими какими-то листами закрыто. Не знаю. Пишите в комментах, если вы знаете, убирают ли их летом. Такая верандочка здесь получается. Смотрите, какое дерево. Какое дерево большое принесло с моря. Охренеть, сколько оно в длину. Ой, какая волна идет. Слышите, волны прям неплохо так фигачат. Доходят аж дотуда. Здесь готовятся к сезону, видите. Здесь какая-то техника проезжает. Так, а это что такое вообще? А это что такое? Блин, такая жесть, конечно. Вот кабиночка переодеваться. В общем, здесь, да, здесь ребята готовятся к сезону. Там я вот вижу строители что-то выкладывают. Как-то гальку так свезли. Ну и все. А дальше, конечно, вот такая, ребята, история. Все в волнорезах. Еще одна электричка. Там что-то строится. Вот такие дела. Ладно, пойдемте с вами смотреть сам поселочек. Как я вам и обещал, показать Кудепсту. Давайте смотреть ее изнутри, так сказать. Так, смотрите, возле этой парковки я вам показал, да, такая теневая зона. Здесь есть очень много ларечков, которые, ну, сейчас закрыты, да, межсезонье. Не перестаю говорить, что весь Адлер, он как будто вымирает. Здесь как будто апокалипсис. Здесь ничего не работает. В сравнении с Сириусом, с Амеретинкой, там с этим, конечно, все гораздо лучше. Вот мы с вами поднимаемся. И вот про что я вам говорил, да, здесь вот стоят вот так вот судна припаркованные, река. Вот, а мы с вами были вон там где-то. И вот туда заезд, вот налево парковка. А мы идем с вами туда. Да, ребята, выпуск надо было начать прямо возле вот этой таблички Кудепста. В общем, мы с вами в Кудепсте. Фу, как здесь воняет. Фу, ужас какой-то. Да ладно. Так, здесь, короче, какая-то непонятная территория. Ну, видимо, автомобильная. Шиномонтаж. Проволока колючая. Парковочка небольшая. Магазинчики. Ну, все, наверное, как обычно, да, горная местность. Пройдемся с вами. Посмотрим Кудепстачку. Мы здесь сколько ездили, но гулять ни разу не гуляли. Ну, в такой поселочек, как поселочек. Тихо, спокойно, да, относительно даже центрального Адлера. Я думаю, что здесь, что касается недвижки, она подешевле. Потому что, в любом случае, весь основной турист, все основные туристы приезжают по Меритинку. Думаю, что это все заметят по нашим выпускам. А здесь так. Вот, тихо, спокойно. Ну, по крайней мере, хоть магазины работают, это уже хорошо. Ну, это, наверное, все больше для местных жителей. Дома так. Вообще туда в гору все уходит. Ну, конечно же, как без них. Вот такая, друзья, здесь атмосфера. Так, вот это, я так понимаю, что какая-то вообще центральная прям площадь. И если повернуть направо, то тоже там будет центральная площадь. Вот такая полукругом идет. Здесь есть кафешки, вот автобусные остановочки. Много здесь паркуется таксистов. Вот, в принципе, я думаю, что отсюда можно уехать в любую точку, в любую точку мира. Отель Искра. Кто отдыхал в этом отеле, вот он. Пишите, пожалуйста, как туда. Здесь, видите, прям такое сразу идет оживление. Машины, люди туда-сюда. Да. Ну и можно дальше идти туда по улице. Можно пройти в эту сторону, мы оттуда приехали. Вот висит указатель, если вам видно, аллер прямо. Так, здесь автомойка, кому нужно, шиномонтаж. Такс. Магазин Магнит. Так. И пошла туда, улица Искры. Ну, собственно, как говорится, вот и вся Кудэспа, да? Несколько улочек и все. Так, решил я все-таки углубиться немножко вглубь Кудэспы. Здесь с вами пройтись, посмотреть. Да, конечно, постройки посмотрите. Вообще, я не знаю, как так можно строить, но это из-за ограниченности земель. Вообще, друг над другом просто. Не знаю, как так можно жить, но, видимо, живут. И вообще, короче, походу, даже и не обламываются. Да, я думаю, что здесь ценники такие же, как и в каких-то кайфовых районах. Вот эта улица Дарвина, да, кого интересует жилой дом. Здесь тоже можно приехать в долгую, пожить. Да. Вот, ребята, вот такая улочка. Слушайте, вот эти вот голые деревья, которые, они начинают распускаться, давать зеленухи, и это не может не радовать. Ну и плюс, конечно, погода сегодня у нас такая солнечная. Вчера тоже вышло солнце, и на пляже было просто нереально какое-то количество людей в Амеретинке. Покажу вам в следующем выпуске, какие там дела, как обстановка. Да, вот она, куда-то. Вот это все туристическая история, то есть здесь, ну, конечно, понятно, живут, но здесь, видимо, люди прям чисто курортная такая история. А вот справа, вот то, что я показывал, здесь именно такие дома для местных жителей построены. Да, интересно, слушайте, ну, здесь, по крайней мере, ресторанчики функционируют, магазины открыты, на мое удивление. Я думал, что здесь тоже апокалипсис, а нет, слушайте, гораздо пооживленнее, чем тот же Адлер, да, где мы с вами гуляли. Выпуски найдите, посмотрите. Вон большой дом, сколько там этажей? Девять, наверное. Блин, у меня все так смотрят, что я с камерой хожу, как на этого. Люди до сих пор не привыкли, что кто-то ходит с камерой и что-то обозревает и показывает. Мы вот сколько с вами двигаемся, да? Есть тротуар только справа, а слева его нету. Не знаю, почему не предусмотрен. Вот какой мясной гастроном был. Двигаемся с вами уже прям, знаете, так все выше-выше. Туда вот улица пошла, да, какая-то жилая, да, там тоже можно увидеть такие постройки, видимо, для местных. Ну и, собственно, вот еще одна остановка, ребята. Так, вон начался слева хотя бы тротуар. Вот так выглядят дворы в Кудепсите. Остановочки. Ну, не густо, не густо. Ну, для такой спокойной, тихой, горной, горно-морской жизни, я думаю, что нормально. Нормально. Все закрыто, видите, ролетами. Ну, что-то, конечно, функционирует. Молодцы, кто все-таки работает. Людей в этом году, в межсезонье, в любом случае, сто процентов приехало больше. Мы это сами видим, ощущаем. Такс. И вот так выглядит панельный такой дом. Длиннющий. Так, и у меня закончилась дорога. Ну и ладно, мы пойдем вот так вот по бордюрчику. Так, еще немножко с вами пройдемся, ребята. Так, и вот еще дом большой, многоквартирный. Там тоже можно приехать и снять жилье надолго. Интересно. А воздух вот здесь вообще кайфовый. Такой, знаете, вот прям... Ну, вот чувствуется, что поселочек, да, этот находится в горах, и воздух совершенно другой. Вот мы сейчас на берегу были, там вообще как будто вот не ощущается никакой пустой. А здесь насыщенный, вот пахнет трава, распускаются листики. Ну, вообще классно. И такая бочка непонятно для чего. Такс. Ну вот, ребята, вот такая вот кудепста. Ну что, друзья, вот такой вот выпуск у нас с вами получился. Наконец-то мы приехали в этот поселочек, погуляли. От вас поддержка, лайк выпуску. Пишите в комментариях ваш отзыв, если вы отдыхали в этом поселочке, может быть, на какой-то отельчик, какие-то рекомендации. Подавайте в комментарии под этим видео. Я с вами прощаюсь. Не забывайте про репосты. У нас совсем скоро будет 5000 человек на канале. Это огромная цифра. Я с вами прощаюсь. Увидимся уже за вами завтра в новом видео. Пока.